В создании названия он последовал практике, использованной для названия других континентов — Европа, Африка и Азия. Эти названия были женского рода, таким образом он переделал Америго в Америку. Картографы Сэнди работали под покровительством герцога Лоррейн. И все же существует предположение, что, возможно, Веспуччи лично приложил руку к созданию карты Вальдземюллера. Я считаю, что, вероятно, как минимум то, что он сотрудничал с ними, если не дал поручения создать эту карту, и поэтому карты Вальдземюллера могут показаться картами Веспуччи. Они показывают открытие Веспуччи, его мысли и его видение мира. Открывал ли Веспуччи прямое влияние на создание этой карты или нет, до сих пор неизвестно. Но он получил огромное признание после ее публикации. К сожалению, вскоре после публикации карты Маттиас Рингман умер в возрасте всего 29 лет. Вскоре после этого Вальдземюллер нарисовал еще одну, другую карту мира без помощи Рингмана. Карта Марина является навигационной морской картой, созданной в 1516 году. Что интересно в этой карте относительно карты 1507 года, так это то, что Вальдземюллер перестал использовать имя Америка. Также он перестал изображать западные побережья Северной и Южной Америки, как он делал в 1507 году. А это Северная Америка. Новая карта двусмысленна относительно нового континента. Почему же Вальдземюллер отвернулся от ранних взглядов на мир и почему сегодня Веспуччи по большей части забыт? Появилось много утверждений о том, что Веспуччи солгал о своих открытиях или хотя бы сильно их преувеличил. Когда Вальдземюллер узнал об этих слухах, он обратился к другим источникам, таким, как эта карта Никола Кавери, нарисованная в 1504 году. На ней изображены новые земли, но не упомянут Веспуччи и нет упоминаний о новом континенте. Когда в 1506 году умер Колумб, его наследники начали кампанию по установлению его в качестве человека, открывшего Америку, а также пытались опозорить Веспуччи. Но имя не было забыто. Карта мира 1507 года была столь влиятельной, что поколения картографов продолжали называть новые земли Америкой. Исторические люди считали, что картографы СНД ошибочно назвали Америку в честь Веспуччи. История нового мира и истории Америки полна случайностей, но я всегда был благодарен Вальдземюллеру. Я не хотел бы жить в Колумбии, и я думаю, что это замечательно, что наше национальное определение появилось в результате огромной ошибки. И все же было ли это ошибкой? Колумб добрался до Южноамериканских островов первым. Но именно Веспуччи первым вступил на Большую Землю и осознал значимость нового континента. Именно за это его всегда будут помнить. Несмотря на то, что его окрестили лжецом, Америка Веспуччи достоин огромной чести. Карта остается наследством исследователей эпохи Ренессанса и картографов СНД, которые, отбросив все предосторожности, создали видение того, каким они считали настоящий мир. Карта Вальдземюллера в самом деле обозначает рождение Америки, и на ее печатных страницах можно увидеть начало современной Америки, такой, какой мы знаем ее сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова